Машку от режиссера. Артём начнёт. Всем привет. Добрый день. Надеюсь, все отдохнули. Новые силы. Кто смотрит трансляцию, тоже вам добрый день. Добрый время суток. Как вы видите, меня зовут Артём Сусеков, и я поговорю сегодня с вами по performance review как инструмент для повышения личной и командной эффективности. Начну с такого некого анекдота. Я когда публиковал на Фейсбуке у себя о том, что я собираюсь на дамп и буду говорить по performance review, мне один мой знакомый написал, я думал, у вас стартап, а у вас такая закрывавая интерпрайз. И поэтому хотелось бы сегодня всё-таки некоторые покровы сорвать и показать, что performance review не означает автоматически кровавый интерпрайз. И это работает хорошо, если правильно приготовлено. Надеюсь, у нас получится. Давайте немножечко контекста. Вы, возможно, знаете Miro. Если пришли сюда, возможно, вы знаете Miro. Возможно, пользуетесь продуктом, который мы делаем. Он также называется Miro. И это ванбординг решение, продукт, бесконечная доска, точнее даже платформа для совместной работы команд, которые распределены, но не обязательно. И мы действительно хотим видеть в Miro, что по всему миру команды работают вместе и успешно работают, коллаборируют вместе, делают следующие крутые прорывные продукты с помощью нашего решения. Нужно немножечко контекста дать. Здесь есть некоторые цифры о том, сколько у нас пользователей, сколько у нас есть прирост. Это некоторые продуктовые метрики. Отмечу про 9 хабов компаний, которые у нас есть по всему миру. Из них жирненьким покрашены 3, где у нас есть продуктовая разработка. И это тоже достаточно важно, потому что сейчас у нас примерно 750 с плюсом человек, точно не скажу, потому что люди присоединяются каждую неделю, каждый день практически, ну где-то 755 было на прошлой неделе. И из них 230, по-моему, 2 было на прошлой неделе, сейчас тоже больше. Мы выросли за прошлый год примерно в 3,5 раза. До этого мы росли, ну примерно удваивались несколько лет подряд. И это важно, потому что, на самом деле, возможно, у вас были вопросы. Эти вопросы, когда команда очень быстро масштабируется, они, возможно, даже более острые, чем если бы команда была стабильная. Вопросы, возможно, у вас возникали, не буду их озвучивать еще раз. Так, у нас возникли следующие вызовы. Команда растет. Мы об этом вздумались примерно 2,5 назад. Тогда у нас было всего вместе в компании порядка 200 человек. Как адекватно ценить зарплату? И как сделали так, чтобы при росте команды этот процесс пересмотра зарплат, он масштабировался? Не упирался в какого-то одного, нескольких человек. Началось с того, что у нас было 3 менеджера разработки, и мы втроем достаточно хорошо представляли, чем кто занимается, и могли, мы так думаем, адекватно оценивать вклад каждого, как кто работает, и быть в этом вопросе достаточно объективными. Но это не работает на таком скейле, на таком росте. Нам хотелось бы, чтобы зарплата была действительно честная, одинаковая, независимо от того, в какой части компании ты работаешь. Это будет департамент, это будет какой-то блок команд, чтобы тебе, сколько ты зарабатываешь, как тебя оценивают, не было связано с тем, повезло тебе, не повезло с менеджером. Ну, то есть этот менеджер более добрый, этот более строгий, и тебе повезло, а тебе, ну, извини, как бы тебе не повезло. Мы так не хотели бы, но хотели бы, чтобы это было честно. Также хотелось бы, чтобы не было такого искажения, скажем так, что новички получают на руки меньше, чем старички, потому что старички более опытные, они больше знают и так далее. Либо наоборот, рынок очень нагрет, и чтобы нанимать людей, нужно оплатить им больше, чтобы они перешли к тебе, а те, кто же работают, ну, они работают, и вроде как бы ничего не просят. В обе стороны возможно, да, такое искажение. А мы бы хотели, чтобы было честно. Ну, и с ростом команды у тебя больше и больше людей, как у менеджера, и ты, возможно, просто уже не представляешь в деталях, чем кто занимается, чтобы было адекватно, чтобы была честная какая-то оценка. И я сейчас расскажу немножечко, что мы сделали в такой ситуации, как мы пришли к такому процессу, который у нас сейчас есть, про перформанс-ревью, и начнем мы с первой итерации, которая случилась примерно от дела два с лишним года назад. Мы подумали, окей, мы масштабируемся достаточно быстро, и давайте мы составим некий такой чек-лист хардскилов, навыков, чтобы можно было оценить. Вот этот инженер, он, условно, сеньор, этот жуниор, мидл, что-то такое. У нас бэкэнд фронтенд, выглядит, что у нас нужно два чек-листа для бэкэнда и фронтенда. Есть нюанс, оказывается, что у нас на бэкэнде есть у нас сервер наш на Java, и есть база данных. Это разные компетенции. Напрямую их по хардскилам не сравнить. Мы не можем сделать универсальный такой чек-лист для всего бэкэнда. Нужно что-то подетальнее. То же самое фронтенд. Есть клиент нашего приложения, есть, допустим, сайт. Это разные стэки, разные технологии, разные специалисты. Да, мы еще подумали, что у нас еще, оказывается, есть QA компетенции и есть DevOps. Это другие совершенно знания. Выглядит так, что мы попробовали вот в это вложиться и поняли, что что-то здесь не то. Мы поняли, что можем что-то упустить, что-то не учесть. И тогда это не будет честно. Мы что-то забудем, будет нечестно по отношению к одним или по отношению к другим. И рынок меняется очень быстро, технология меняется очень быстро. И, возможно, даже, скорее всего, мы вынуждены будем менять этот наш чек-лист очень быстро. И вместо того, чтобы получить систему, которая помогает нам, мы получим такой упорядоченный хаос. Окей. Не очень хорошо. Делаем вторую итерацию. Возьмем хардскиллы и возьмем софтскиллы. Мы предположили, что, наверное, какой-то сеньорный уровень, middle уровень разработчиков, инженеров имеет софтскиллы примерно одинаковые, независимо от того, где он работает. Фронтенд, бэкенд, DevOps, QA. Если ты сеньорный разработчик, так, скорее всего, у тебя будут какие-то одинаковые, в принципе. Ну, мы ожидаем, что будут одинаковые софтскиллы, а хардскиллы не могут отличаться. Хорошая идея. Что получилось? Да, окей. Хардскиллы. Ну, мы получили такую же картину, как мы хардскиллы все-таки оцифруем, чтобы они были справедливые, чисто, чтобы они помогали нам сфокусированно нанимать людей, чтобы они помогали нам принимать решения о найме и как соотнести новичка с той командой, которая у нас уже работает, ну, в какой они находятся между собой, ну, там, уровнем знания или владения, да, вот такими навыками. Софтскиллы. Хорошо. Звучится здорово, но что из этого важно? Что мы считаем, действительно, важно, чтобы отметить вот так софтскиллы. И если ты обладаешь чем-то таким вот, значит, ты сеньорный. Если не обладаешь, наверное, ну, middle, что-то такое. Показалось, что это не то, что нам нужно. Опять-таки, нам это не помогает нанимать. И, к тому же, это еще и дорого. Мы меняем слишком часто требования хаттскилла, возможно. Мы можем что-нибудь упустить. К тому же, еще больше, потому что софтскиллы тоже можем что-то упустить. И вкладываться в эту историю, ну, дороговато. Очень много времени. Мы очень много времени уже инвестировали в это время, вот в эту историю. И ее менять, ну, дорого сопровождать. Ну, что ж, раунд три. Теперь я расскажу как раз про тот процесс, к которому мы пришли. Немножко опуская детали, как мы к этому пришли. Но, тем не менее. Итак, что мы сейчас имеем? О чем сейчас буду как раз больше времени говорить? Performance Review и весь процесс, который его окружает и сопровождает и поддерживает. Итак, у нас есть примеры поведения. Это по-английски Behavior Patterns. Карьерная карта Career Map. Грейды. Ну, грейды, понятно, что не нужно переводить. Наверное, все знают. Есть Performance Review как процесс. И есть некий Scoring оценка. Поговорим про каждое в отдельности. Итак, что такое примеры поведения? Возможно, вы с этим сталкивались. Смотрите, есть какие-то навыки у каждого инженера в вашей команде, или кого вы нанимаете. И, ну, это есть резюме, где описано, с чем я владею, что я знаю, с чем сталкивался. У меня там в стеке бэкэнда, там, знания Java, там, Spring и так далее, например. Но это не сильно помогает, если этими знаниями ты давно не пользовался. Они у тебя не работают. Важно не то, что у тебя есть в резюме. Важно, чем ты реально в своей работе помогаешь команде, вкладываешься в продукт и двигаешь всю нашу историю вперед. Важно активное употребление знаний и умение пользоваться этими навыками. Поэтому мы пришли к такой вещи, как использовали шаблоны или примеры поведения. И есть у меня пример здесь санбординга взято, как это выглядит. Это, допустим, ожидание от первой недели. То есть мы предполагаем, что в начале первой недели, после завершения первого дня, есть у нас чек-лист первого дня, и мы предполагаем, что на начале недели у тебя, как у новичка в компании, ты знаешь, что у тебя ожидается уже, тебе рассказали это в первом дне, и ты просто следуешь за своим наставником, реактивно реагируешь. Тебе говорят, что ты делаешь. Ты, если не понимаешь, ты запрашиваешь, но в командных активностях ты действуешь реактивно, ты присматриваешься. Это нормально, это, в принципе, очевидная история, когда человек приходит и знакомится с тем, как работает, в принципе, этот коллектив, эта команда, нужно присмотреться. И ты взаимодействуешь в основном с наставником. Это нормально. Мы ожидаем, что к концу недели, первой недели, у тебя что-то изменится. А именно, была стола б, ты довел одну, хотя бы одну простую задачу до продакшена, и ты получил в ходе этого практические навыки, как работают все процессы от самого начала до самого конца, от того, как ты написал код, и дальше по всему-всему процессу разработки все доехало до продакшена. У тебя появились практические навыки, то, что ты знаешь теоретически, и практически в другом окружении ты знаешь, как это работает сейчас здесь, в конкретном месте, в конкретном сетапе. Дальше ты можешь явно соотнести, что от тебя ожидается с тем, как работает данная конкретная команда. То есть ты не просто понимаешь, что у тебя ожидается, но можешь понять, что от тебя ожидается в рамках конкретной команды. Как ты можешь в этом поучаствовать? Ты все еще взаимодействуешь в основном со своими наставниками из команды, ты не действуешь за пределами команды, потому что, возможно, еще рано, возможно, еще есть что-то, загрузив в тебя какие-то знания, понимания, это будет потом. И ты явно показал со своей стороны, что ты хорошо воспринимаешь обратную связь, и ты хорошо обучаешься. Это примеры поведения, как это выглядит. То есть то, что ты знаешь как-то теоретически, ты практически показываешь, как это у тебя выливается в работе. Я поговорю по карьерной карте немножечко попозже. Это пример выдержка из шаблонов поведения, из карьерной карты. Например, некий программист на определенном уровне сеньорности должен быть способен разобрать некое продуктовое требование. То есть ему не нужно что-то разжевывать, прям детально-детально, как, допустим, жену. Он способен взять продуктовые требования и с ними поработать, и превратить их в технический дизайн. Это реально уже применение твоих навыков в взаимодействии с продуктом, системное мышление и так далее. Ты показываешь хорошее качество результатов. То есть мы верим в команду, мы предполагаем, что если ты профессионал, ты инженер, то ты способен проверить за собой сам и способен в это тоже вложиться и показать высокое качество результатов. Ты не просто следуешь за кем-то, ты при столкновении с препятствиями, ты ищешь сам со своей стороны активное решение, ну и так далее. Это как работает пример поведения, как это выглядит. То есть не сухой чек-лист, покажи мне там раз, два, три, четыре, пять. Это как практически в конкретном окружении ты работаешь, как это выглядит. Следующий – это карьерная карта. Ну, карьер-ледер – это лестница карьеры, или карьерная карта. Есть разница. С левой стороны – это пример карьерной лестницы. Ты приходишь и растешь вперед, идешь с теми-ка за ступенькой, развиваешь свои навыки, какие-то хардскил, софтскиллы, идешь вверх. В чем здесь есть проблема, почему это важно? Что когда возникает у тебя какое-то желание, ты бы хотел развиваться все-таки немножечко в другом. Например, ты из саппорта и хотел бы попробовать себя стать разработчиком или, допустим, Q-инженером. Либо ты инженер и ты бы хотел попробовать себя в роли продукта. Каким образом двигаться? Когда мы говорим про карьерную лестницу, она не показывает, не дает хорошей картины, чего мне не хватает и что у меня уже есть, чтобы перейти с этой, скажем так, ветки развития на другую ветку развития. Если приведем примеры из гейминдустрии. Карьерная карта делает это более наглядным. Сейчас немножечко расскажу поподробнее. Здесь не все, но это большая часть нашей карьерной карты. Вертикально покрашены это различные функции. Здесь не рассмотреть, но общая идея такая. Да, это инженеры, это продукты, это дизайнеры, это маркетологи, сейлусы и так далее. И в карьерной карте описаны грейды. С левой стороны по горизонтали это грейды. Я сейчас по ним тоже расскажу. И если ты на каком-то грейде в ветке, допустим, я скажу, саппорт, то ты знаешь и умеешь делать какие-то вещи, и большинство, не скажу большинство, значительная часть этих вещей, связанных со скиллами и какими-то навыками взаимодействия, ты уже можешь увидеть в той же самой карьерной карте для инженеров, например. И ты, в принципе, понимаешь достаточно прозрачно, что тебе не хватает, чтобы свечнуться из саппорта, допустим, в инженеры. Я говорю про грейды. Поговорим про грейды теперь. Это сверху вниз, на вот этом слайде, да, сверху вниз это грейды. Грейды в нашем случае, идеализирую, это набор необходимых навыков, то есть это то, что ты must have у тебя для того, чтобы ты на этот грейд работал. Еще раз напомню, что мы смотрим через behavior patterns, через шаблоны и примеры поведения, то есть ты показываешь в своей работе конкретные примеры зрелости, влияния на определенный масштаб задач, и это вместе собирается в грейд, то есть некий набор необходимых навыков. Дальше эти описания грейдов, они должны быть понятны для того, кто ими пользуется. То есть это инструмент, которым пользуются все people-менеджеры, то есть те люди, кто помогают строить карьеру, это тем лиды в нашем случае, менеджеры разработки, ну и так далее и выше. Мне даже понятно, чтобы это не просто было теоретическое какое-то умозаключение, но это практическое руководство к действию. И в грейдах у нас есть две части. Это немножечко похоже на то, что я сказал в раунде 2, soft-скиллы и hard-скиллы, которые похожи, отличаются. Здесь немножечко похоже, но тем не менее не один в один. То есть есть некие общие навыки, которые специфичны и характерны для всех сеньоров. Это влияние на определенный объем функционала, это управление рисками, допустим, тайм-менеджмент, работа с стейхолдерами, проактивность в том, чтобы рассказать о проблемах, с которыми ты столкнулся, ну и так далее. Это не важно, в какой функции ты работаешь. Это ты суппорт, это ты инженер, сэм, не важно. Но есть специальные части, специфичные для, например, только инженеров. И там уже больше как раз какие-то хардовые вещи, но без детализации, опять-таки, конкретной технологии. Еще все это вместе сшивается в Performance Review как процесс. У нас процесс оценки перформанса раз в шесть месяцев, два раза в году. Все вместе занимает это порядка двух-трех недель примерно, но не целиком, звука до звука, что называется. Это асинхронное взаимодействие. И я немножечко расскажу, сколько каждый из этапов занимает. Четыре этапа в этом процессе. Первый – это рефлексия. Рефлексия – это когда ты сам рассуждаешь о том, что же ты наработал за последние полгода и как ты к этому подошел. Это в любом случае полезная история, чтобы не просто работу работать, но делать действительно осознанные изменения в том, как ты развиваешься и растешь как специалист, как профессионал. Есть помеченные иконочки, есть части, которые с глазиком. Это то, что видят все, кто в процесс твоего Performance Review увлечен. Видит твоя команда. Дальше я об этом расскажу. Видит, кто дает на тебя тоже фидбэк. А под замочком те части, которые видит только твой менеджер. Как это выглядит? Я пишу про себя рефлексию. Какие самые, как я считаю, большие и важные достижения я показал за последние 6 месяцев. Это не обязательно может быть явно, что я какую-то фичу разработал. Например, для меня был вызов в свое время выступить первый раз на какой-то конференции. Я к этому готовился. Я в это вкладывал время, силы. И это за него достаточно существенная часть моего времени. И это есть результат. Я считаю, что достижение. И я оказываю это в своем, один из моих топов достижений. Второе – это о том, как я к этому подошел. Потому что можно достигать результата какого-то, но идти по головам. И в моем докладе, значит, тоже на дампе, я рассказывал о том, как у нас работает культура. И здесь мы френим ход рассуждения. Скажи, как ты к этому пришел в коннексе, как твоя работа соответствует, в принципе, культуре, которая у нас есть в компании. Также это сильные стороны, которые у тебя хорошо получаются, как ты сам думаешь. У меня хорошо получаются следующие. И я отмечаю, что если бы я делал это, не знаю, еще лучше, если бы я вложился в то, чтобы прокачать себя еще больше, у меня получилось бы сделать вот это и это. И то же самое зону для роста. Что я могу еще сделать? Я вижу, что в процессе работы за последние полгода я достиг этого таким-то образом. И я считаю, что у меня не лучшим образом получается делать то-то и то-то. Дальше следует номинация. Так называемая номинация. Я выбираю 3-5 человек, от которых я хочу получить обратную связь. В основном, чаще всего для инженеров, это те люди в команде, с которыми ты работаешь. Если говорить про сеньорный уровень, ребят, они работают не только в одной команде, они влияют и на другие команды тоже. Может быть, и кто-то будет из других команд. В любом случае, включается сюда твой продуктовый партнер, то есть продукт в своей команде, и ты имеешь возможность добавить еще кого-то. Это подтверждает или предлагает тебе передумать твой менеджер, потому что если менеджера видишь, что 10 человек уже выбрали одного сеньорного разработчика, он просто упорится писать столько фидбэка, давай выбери, пожалуйста, другого. Может быть, следующего, или этого, или этого, например. Да, я забыл сказать, что на эту рефлексию сколько это время занимает. Здесь вместо того, сколько раз ты это делал. Если ты не привык так делать, это, конечно, займет много времени. Если ты делаешь что-то регулярно, это полезная очень практика, в любом случае, безотносительно от этого процесса. Это займет у тебя часа два, может быть, час, если ты к этому привык относиться. Ну, примерно такие. В целом, на весь процесс нашего перформанс-ревью мы отводим на это дело 3-4 дня, в течение которых ты должен выделить время, чтобы написать сам ревью. Дальше идет номинация, пару дней. Мы закрываем потом список пиров и переходим к перформанс-ревью со стороны пиров. Здесь тоже есть, вот, с глазиками и замочками, пункты, и часть фидбэка. Именно action feedback, то есть тот фидбэк, который полезен для того, кому ты его даешь, чтобы он что-то изменил в своей работе. То есть, ну, написать просто, он странный, он идет со странно, это не полезно, типа, что странного-то? Мы фрейминг тоже, каким образом мы рекомендуем писать такого рода фидбэк, чтобы это было полезно для того, кому ты его пишешь. Чтобы он действительно понимал, в чем же эта странность заключается, как она в работе проявляется, и что ты, как тот, кто человек дает ему полезный фидбэк, рекомендуешь ему что-то изменить, чтобы стать, либо усилить свои какие-то сильные стороны, либо поработать с слабыми сторонами. Ну и дальше комментарии для менеджера о том, что он достиг. Я, допустим, пишу фидбэк на Илью, я написал про себя, что он затащил какую-то техническую сложную штуку, он настроил какую-то интеграцию, что-то еще, но я ему пишу, типа, да, но он забыл еще кое-что. Он забыл, что он тоже выступил на двух митапах, и очень круто это сделал. Он забыл об этом написать, я могу это добавить здесь. Могу добавить, что, ну, вообще-то, конечно, да, он затащил какую-то техническую сложную штуку, но сделал это, ну, пошел просто по головам. Он вообще ни с кем не договорился, ни с кем не согласовал, но это не очень. В любом случае, это полезная история для менеджера, чтобы на следующем этапе менеджерского ревью, он собирает весь фидбэк, который инженер написал про себя, фидбэк, который им царит про него, его коллеги, с кем он больше всего работал, и он вместе, все вместе соединяет, добавляет от себя тот контекст, который у него есть, и пишет ревью на него, менеджерское ревью, что он сделал, да, как он достигает этих результатов, и дальше некая такая оценка, оценка перформанса. Про оценку перформанса расскажу на следующем слайде. И дальше вот фидбэк, который будет полезен для того, кому мы делаем перформанс ревью. Что усилить и что, допустим, подзакрыть. И очень важная нижняя строчка, next steps, какие конкретные шаги я тебе, как твой менеджер, рекомендую сделать в следующие 6 месяцев, чтобы у тебя твое профессиональное развитие было более успешно. В целом такой процесс. Теперь об оценке, о скоринге. Значит, мы сделали такую оценку, 4 градации. Как видите, здесь специально, если посмотреть, нету некой такой средней оценки. Когда ты, в принципе, ну, ты есть грейд, который характеризуется тем-то и тем-то в твоем поведении, как ты работаешь. И ты в целом норм. У нас здесь специально не сделано, что именно так ты либо иногда соответствуешь, либо ты соответствуешь и превосходишь. Почему мы так сделали? Мы предположили, что, ну, мы все классные, конечно, безусловно. И мы все друг друга, в общем, все любим друг друга работать. И, наверное, просто большинство сделали так, что, ну, все норм, все хорошо. Это был запуск процесса. И мы специально это, ну, просто устранили. Чтобы все-таки выбери все-таки, ну, куда больше, так, в эту сторону или в эту сторону. Для чего? Чтобы действительно дать больше возможностей написать полезный фидбэк, что тебе стоит дальше в себе развивать, в любом случае, чтобы быть более успешным и лучшим профессионалом. Окей. Как это все мы раскатывали? У нас был пилотный запуск. Сначала мы провели тренинг тимлидов. Под мы, я говорю, это менеджеры разработки тогда, когда это все запускалось. Это было, ну, там, четыре человека и тимлиды, которые мы, там, в четвером, в этот процесс погружались, чтобы объяснить, как это работает. Как этим пользоваться, как это работает, чтобы тот понимание, которое есть у нас, как у менеджеров, у них было точно такое же понимание, чтобы, опять-таки, напомню, все было честно и несправедливо, и независимо от того, в какой команде ты работаешь, чтобы тебя по перфомансу твоему оценили одинаково. Мы потестировали таким образом описание грейдов, понятно ли, о чем там написано. По ходу дела немножечко поменяли, устранили какие-то непонятные граничные случаи, постарались максимально. Запустили процесс перфоманс-ревью и добавили еще отдельную такую встречу, как обязательно после того, как завершен перфоманс-ревью цикл, поговорить, каждый people-менеджер поговорит с тем, кто у него люди, которыми он руководит. Окей, твой перфоманс такой-то, давай с тобой запланируем, что мы будем делать дальше, на следующие шесть месяцев, чтобы было понятно для каждого. Окей, ко мне такие ожидания, я понимаю, как я буду развиваться дальше. Выглядит вроде хорошо пока, но не тут-то было. Значит, мы сделали так один цикл и второй, и поняли, что что-то нужно поменять, и сделали еще один заход. Все то же самое, здесь все то же самое остается, но мы немножечко поменяли оценку. Мы поняли, что мы немножечко не учли то, что на грейдах достаточно высокого уровня, ну сеньор уровень, да, можно в принципе достаточно длительное время эффективно работать. И оценка, когда ты либо немножечко не соответствуешь, либо ты превосходишь ожидания, она подталкивает к тому, чтобы действительно превосходить ожидания и двигаться в эту сторону. То есть это помогает для того, чтобы карьеру стартануть и дойти побыстрее до сеньорного уровня. Но если ты до туда доходишь, такая система тебе не помогает, потому что ты можешь длительное время работать на сеньорном уровне, и это нормально. Ты хороший перформер, ты классно делаешь технически сложные вещи, влияешь, ты эффективен в этом, у тебя все получается. Но зачем мы пытаемся человека подтолкнуть к тому, чтобы он делал качанство дальше, если он этого действительно не хочет. Мы добавили среднее, вот этот третий пункт, ты соответствуешь ожиданиям, достигаешь ожиданий. Немножечко переформулировали, но в целом подход такой. Есть детали, каким образом мы смотрим на оценку каждого из членов команды, добавим еще один пункт, калибровка называется. Как это выглядит? После того, как мы собрали общий фидбэк по каждому из инженеров, people-менеджеры вместе встречаются, созваниваются и выравниваются между собой в рамках встреч, типа грейд за грейдом, мы проходим и рассказываем. У меня есть Илья, я считаю, что он на четвертом грейде, потому что за 6 месяцев то, что я получил по нему перформанс-ревью, он сделал это, 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 сделал это классно, сделал это прямо здорово, у него есть такие-то сильные стороны. Я считаю, что у него такой-то грейд, давайте мы дадим промоушн. И когда ты рассказываешь об этом другим людям, они слышат это и делают то же самое, мы получаем, что у нас знание переносится горизонтально между разными тем лидами, и мы действительно устраняем вот эту вот проблему, что мне повезло с тем лидом, мне не повезло с тем лидом. Он более добрый, условно говоря, это более строгий. В процессе этих встреч мы действительно видели, что пришел тем лид с одной оценкой, а по итогу встречи послушаем, слушайте, ребята, я понял, что я здесь не прав, давайте, слушайте, я понимаю, что что-то не то, я понял, что я погорячился. Ну, я думаю, грейд, не сейчас. Это очень полезная история. Итак, давайте подведем итоги. Я задавал вам с самого начала вопросы, были ли у вас такие вопросы в вашей работе, как у вас работало? И сделаем короткий рекап. Что получилось у нас? Вот так, у нас есть грейды для всех функций, они едины на всю компанию. Линейка грейдов по количеству грейдов и по ожиданиям от грейдов одинаковая. У нас есть ожидания одинаковые от специалистов на одном уровне, независимо от команды или специфики работы. Мы не смотрим, новичок или старичок, главное, чтобы ты тащил. Не важно, работаешь ты 10 лет или ты пришел только что. То есть, если ты тащишь, не проблема. И дальше это нам действительно дало достаточно понятные критерии при приеме новых ребят в команду. И чтобы можно было соотнести, даже на старте, достаточно с хорошим попаданием, что этот новичок, он пятого грейда. Примерно как вот эти, 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 эти в команде. Итак, я, пожалуй, все на этом и готов поговорить, да, поговорить, ответить на вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Артем, спасибо огромное. У меня пачка вопросов, потому что мы сами очень много лет затаскиваем такую штуку. И, ну, я же правильно понимаю, что я знаю, для чего этот инструмент. Прозрачность, разработки менеджера. Тем не менее, всегда вопрос, а как это все мапить с зарплаты? Ну, типа, а нужно ли после перформанс-ервью повышать зарплату? Потому что очень часто в кулуарах обсуждают, что это не должны быть связанные вещи. Раз. Отсюда вопрос. Все равно бывает история, когда мы перекупаем людей с рынка. Вот он у нас, middle plus. У меня это стоит столько, но я его вынуждена взять, ну, там, например, я его нанимаю. Ну, собственно говоря, делаешь телевы так, и как ты потом с ними поступаешь? Потому что, ну, типа, он же растет, а ты такой через полгода. Ну, классно, ты подрос, но у нас на этом грейде больше я тебе не дам. И вторая история. Все равно же бывают вещи, когда человек приходит к тебе с оффером, и ты делаешь контр-офферы. Это вот, и это все летит, в общем-то. Так, здесь несколько вопросов, да, получается? То есть первый вопрос, правильно я понимаю, что как связан перформанс-ревью и зарплаты? Да, приняли ли вы это как типа данность, или вы тоже еще, вот знаешь, внутри все-таки страдаешь? Есть ответ. У нас связано, то есть мы разделяем обсуждение перформанса и зарплат. Это не напрямую там связанное в истории. У нас есть для грейдов некоторые вилки. Они пересекаются между собой. Здесь, наверное, нужно важно понять, что это работает, если ты не жмешь зарплату. Как я начал с чего, свой рассказ, что я думал, что у вас стартап, у вас кровавый интерпрайз, потому что такой инструмент, не могу сказать, насколько часто, но нередко, наверное, используются для того, чтобы, какой тебе, ну типа повышение зарплаты, о чем ты говоришь? Ты посмотри на себя, ну что это такое? Это не то, как мы, в принципе, это применяем, это важный момент. То есть не нужно жать зарплату, если ты хочешь, чтобы ребята в команде работали хорошо. Нужно верить, нужно верить в команду, да. То есть не нужно жать зарплату. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу перекупателей с рынка. И контр-оффер, да. Окей, у меня есть ответ, да, хорошо. Значит, у нас подход такой. То есть, еще раз, грейды с зарплатами действительно связаны. Нету проблем с тем, что человек приходит и говорит, слушайте, ты мне не доплачиваешь. У меня есть там типа оффер оттуда, я туда пошел. Но, в принципе, не только его гвоздями не перебивает вообще-то. То есть, если ты решил идти, ну, нам, конечно, жаль, если ты прям решил. Потому что вопрос, дай мне больше денег, просто так, ну, просто так. Нет проблем дать тебе больше денег, если ты тащишь. То есть, у тебя есть перформанс хороший, не вопрос. Плохо, когда ты уже как бы тушишь пожар, когда ты дожидался того, что человек пришел с тобой, дай мне больше денег. Но нужно просто с этим инструментом работать таким образом. У тебя хороший перформанс, не проблема вывести зарплату. Если ты понимаешь, что мои карьеры занимаются, мне помогают развиваться мой менеджер, я считаю, что я получаю за это адекватную зарплату на мой перформанс, потому что мне объяснили, как это работает. Но тогда такого вопроса зачастую не возникает. Я рассказывал про наш черн на своем докладе. Я мониторю эту ситуацию, сколько у нас текущий черн. И, в принципе, ситуация очень стабильная. Очень стабильная текучка, очень низкая, я считаю. И это, причем с нашим ростом, умножением количества людей в команде, я считаю, это прекрасно показать, на которой работают все вместе. И культура, и те процессы, которые применяются, я считаю, правильно. Ответил на вопрос? Да, это в культура, что там. Хорошо. Меня зовут Сергей Анчутин, CEO компании DoubleTap. Хочется подробнее поговорить про грейдирование и про то, что есть проактивные тимлиды, которые защищают своих сотрудников и ратуются за их успех, а есть менее проактивные. И нет с тем проблем, что одни сильнее продвигают своих сотрудников и может здесь искажение возникать. На это работает вот эта встреча, когда мы калибруемся тимлидами. Ну вот, да, проблема с калибровкой, что одни тимлиды больше ратуются своих сотрудников, чем другие, и пропихивают их, и больше красочнее рассказывают про их успехи и про их перфоманс. В принципе, в культуре компании мы только так челленджем и просто так, чтобы один просто пропихнул, что называется, на этой встрече, пожалуй, что нет, потому что на этих встречах есть еще менеджеры, менеджеры, которые у нас 6 стримов разработки, менеджеры стримов, и они тоже присутствуют на этих встречах, их направляют, чтобы такого рода пропихивание устранить. То есть, в принципе, менеджер стрима, инженерный менеджер стрима, он знает тимлидов и знает, в принципе, стиль их работы. Раз, знает, кто за что больше топит. А второе, у нас есть ожидания тимлидов тоже. И они тоже все проходят перфоманс-ревью. От самого низа до самого верха, то есть, включая SEO компании, он тоже просит для себя перфоманс-ревью, потому что для нее это важно. Это показатель именно того, что никто не вне этого процесса, не на сладко находится, что называется. И я считаю, что это риск такой снижается вот этой калибровкой, которая направляется менеджерам разработки, которые достаточно в этом опытные ребята. Второе, ребята, работа культура, что ребята тимлиды, они хотят учиться, быть более успешными темлидами, people-менеджерами, и становиться сами по себе people-менеджерами тоже более опытными. и быть все-таки объективно и адекватными. Здесь уже работает культура компании. Одно без другого не работает. Нельзя механически взять инструмент и просто его как подорожник приложить. Понятно, спасибо. Раз, раз. Так, Артем, спасибо за доклад. Меня зовут Кирилл. Вопрос такой. Вот ты как менеджер внедряешь процесс для того, чтобы сотрудники развивались. Ты хочешь им дать пользу, чтобы они понимали, что работают они для развития. А сотрудники превращают это, они работают. Вот этот процесс нужен для того, чтобы зарплату себе поднять. Вот надо ли с этим бороться, если надо, то как? А второе, это по процессу больше хочу узнать. Сотрудник сам выбирает, кто на него ревью проводит? Или это менеджер все курирует, определяет и так далее? Второй вопрос более короткий. Он предлагает, я хочу получить ревью от этих пиров, а менеджер подтверждает, либо говорит, нет, я их подтверждаю, а этих давай, пожалуйста, возьми других. Вот. А про первое, типа, как заэксплодить метрики, да? Либо есть процесс, давайте мы это дело, как бы, на свою сторону повернем. Две составляющие, я думаю. Первая, опять-таки, это культура. Если не видели доклад про культуру, пожалуйста, посмотрите. И культура компании – это важная составляющая часть. Второе, есть перформанс-ревью, который состоит из нескольких частей. То есть это максимально возможное, как это, из работы с людьми, это же не точная наука, да? Максимально возможное. СМ-ревью, пир-ревью, менеджер-ревью. Чтобы такого рода, как сказать, накрученный метрик устранить. То есть очень сложно показать, что я могу больше. Я написал, что я ого-го как могу, но команда видит, что, ну, типа, нет. Все-таки не так. Все-таки ты написал про себя там то-то-то, когда я пишу. Допустим, Илья написал, что он ого-го сколько сделал. Я пишу на него ревью и пишу. Ну, он, конечно, сделал-то вот это, но с другой стороны он сделан следующим образом. Это для менеджера Ильи сигнал о том, что он написал не все. И об этом нужно поговорить в любом случае. Поэтому заэксплодить, наверное, так иначе можно любую систему в какой-то степени. Но мы работаем не с точными действиями науками, а правильными методами, процесс более тонкий. И в этом случае, я думаю, это помогает очень существенно. Последний вопрос попросили коротко задать. Меня зовут Андрей, компания Vizet Online. Тоже формируем сейчас подобные вещи, процесс performance review, грейды. И у меня вопрос про грейды для сеньоров, лидов, выше и выше. Как обозначить их и как создать грейды для людей, для того, чтобы ведущие ребята росли дальше? Даже если у них сейчас нету каких-то скиллов, чтобы они росли дальше и развивались в компании. Как сформировать вот эти вещи? Постараюсь коротко. Сколько у нас в этом времени? Нисколько. Поговорим в таком случае в куларах. Короткий ответ. Для инженера, если развиваться дальше, есть, условно говоря, условно, грубо говоря, две ветки. Хочу прокачиваться в технику, дальше. Хочу прокачиваться в people management, условно говоря. Грубо говоря. И дальше, мы дальше помогаем строить дальше развитие, исходя из этих двух направлений. Поговорим в таком случае потом. Хорошо? Спасибо. Аплодисменты Артему. У нас, нам надо выбрать два. 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 Хорошо. Есть.